Апнеа Клаб Горький представляет Всем привет! Сегодня 14 мая. Команда Горький Апнеа Тим готовится к выезду на Баренцево море. Посмотрите, какая сегодня классная погода. На часах 5.30 утра, но берег Северно-Ледовитого океана встретит нас холодом, дождем и ветром. Но мы к этому готовы. Люди, машины, все подготовлено, снаряжение собрано. Сегодня мы выезжаем в Териберку на берег Баренцево море, Северно-Ледовитый океан. Будем нырять, выйдем в море на корабле, ловить рыбу, кайфовать, отдыхать, путешествовать. Расстояние от Нижнего Новгорода Териберки 2100 километров. Мы планируем преодолеть это расстояние примерно за 30 часов. Остановки только, чтобы заправить машины, подкрепиться и передохнуть. Матшрут проходит через города Ярославль, Вологда, города Карелии, Вытигра, Медвежий Горск. Всем хеллоу. Сосиска. От лица команды передаю огромный тебе респект за сосиски. Александр. Всем привет. Где мы сейчас находимся? Где-то далеко от Нижнего. Природа уже поменялась, становится более скалисты, каменисты. Деревья вроде бы как у нас, но какие-то другие. Всем привет. Очередное прямое включение. На часах 20.17. Мы на въезде в республику Карелию. Наша команда прошла уже примерно половину пути. Это одна из контрольных знаковых точек. Как вы видите, мы уже одели куртки. Температура немного опускается, но наши горячие сердца стремятся в Териберку. И понижение температуры нам не страшно. Начиная с Вологда, пейзажи за окном начинают меняться постепенно. Леса средней полосы сменялись таежными. Затем леса тундра. Добрый вечер. Команда Апнеа Горький. Рада приветствовать вас. Мы движемся в направлении Териберки. Уже более 12 часов в пути. Все штатно. За бортом плюс 1 градус. Сейчас мы движемся в направлении Медвежьегорска. Обходим Онежского озера с востока. Движемся в направлении севера. Двадцать три тридцать. Заправились кофе. Нас ожидает ночной переезд. Будем надеяться, пройдет все глазко. Горький Апнеа Глаз. Самый лучший Вася телеканал. Перед Мурманском уходим вправо до Териберки. И еще 130 километров. Всем привет. Вторые сутки нашего путешествия до Териберки. Нам осталось примерно 120 километров. Ночью мы прослили всю Карелию. Сейчас пробираемся к нашей физичной точке. И после полярного круга мы увидели Тундру. Пейзажи на этом отрезке пути просто нереально фантастические. Сочетание цвета, света, состояния, необъятные просторы каменистой Тундры и нависающие поля облаков создают ощущение нереальности происходящего, как будто попал на другую планету. С вершин сопок открываются невероятные пейзажи. Бескрайние тундра, пронизанные ручьями, озерами, украшенные мхом и камнями. И вот вдалеке показалось море. А вскоре мы увидели и Териберку. Териберка встретила нас ветром, дождем и температура около 5 градусов. Местами лежит снег. Первое впечатление. Разрушенное поселение после апокалипсиса. Но через какое-то время привыкаешь к этим суровым видам. Териберка красива и уникальна. У нее есть своя аура, атмосфера и настроение. Здесь действительно можно побыть наедине с собой. Подумать о чем-то своем. И возможно что-то переосмыслить. Прибыли мы в Териберку около 14.00. Добирались 27 часов. Первое желание, конечно же, выспаться в кровати. Но немного отдохнув, решили пойти понырять и добыть себе на ужин немного деликатесов. А некоторые пошли покупать эти деликатесы у местных жителей. Самые смелые быстро одевают гидрики и идут нырять. Температура воды плюс 3 градуса. Волна примерно метр-полтора. Берегу подошел когда-то, нормально высунулся. А вот такие вообще. Да. Ну просто пытайся тебе говорить. Близко же не подошел. Надо было показать пальчиком. Я все равно ныркий. Я вот так вот показывал, блин. Ты что? Тор за это все время вынурнул. Итак, деликатесы добыты или куплены и садимся ужинать. Икра морского езжа с бокалом белого вина и свежее крабовое мясо. О, ребята, какой это был ужин. Со спиртным икрабом, конечно, не злоупотребляем. Завтра выходим в море. Разбираем его целиком на... Ты знаешь, уже пользуемся ножницами. Я же говорил, надо накопить. И все откроется. Спасибо. Вуаля. А то я переживал. Вуаля. Да. Все поняли принцип работы. Спасибо. Крабовые кишни. Друзья, привет. С вами команда Апнеа Горький. Сегодня выходим в Баренцево море из бухты Териберской. Будем ловить треску. Пойдем в сторону острова Кельдин. Собирать ежика. Собирать гребешка. В море нас определенно ожидают приключения. Небольшая ветренность. Погода слегка пасмурная. Но я думаю, мы со всем справимся. Будет интересно. Когда наш корабль вышел из бухты, мы поняли, что качка прямо-таки не детская. Сначала все продолжают шутить, но уже примерно через час около половины команды притихло. Ветер до 10 метров в секунду и волны до 2 метров. Мы когда попадали в большие волны, она так же шлила. Она большая. Прикольно, когда он поднимается, пароход, и просто вниз падает. Хуево тем, что удар очень сильный происходит. Он просто захватывает здесь наши места. Куда-то выходить будем или в партнерку? Да, на баночку просто идем попробуем. Нравится непогода. Ха-ха-ха. Некоторых ребят сильно укачало. Морская болезнь, конечно, штука непредсказуемая. Пытались ловить рыбу, но рыбу тоже, видимо, не хотела есть. И клевало совсем плохо. Все сильно промокли и замерзли. Че ты ешь? Дверь, что можно? Дверь, видал? Ура! Ну, наконец-то! Ладно, хочу домой. Позаел мне рыбалку. Уходим? Вот реалии морской рыбалки. Значит, сначала все будет так, как вы думаете, а потом будет так, как обычно. Значит, вот эти шикарные реалии этой рыбалки. 30-40 килограмм, но больше. Вот это реальное настроение. Прекрасные рыбалки. Сейчас я еще одного покажу. Доподавшего поколения, что такое? Реальные, блядь, рыбалки. Рыбалки. Вот там еще один. Ну, подлудья. Вот-вот я скоро тоже начну поливать. Приезжайте в Мурманск. Это холодно. Это прием вместе в Мурманске. 2100 километров этого стоит, пацаны. Решили зайти в тихую бухту и понырять. Так и сделали. В бухте действительно поспокойнее. И мы тому нырялись от души. Ныряли часа два. В ледяной воде, в костюме 9 миллиметров, нырять на 20-30 метров, это прям совсем не просто физически. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Нанырявшись, решаем выдвигаться к дому Там нас ждут горячие баня и ужин Ну, конечно, посиделки с рассказами об увиденном за этот день Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Третий день стихи разбушевалась гораздо сильнее Сменилась направление ветра и его скорость В этот день мы решили посвятить прогулке по Териберке и ее окрестностям Всем привет! С вами Апнея Клаб и третий день нашего увлекательного путешествия на Баренцево море Погода сегодня нелетная и нелегкая Дует ветер Сегодня у нас прогулка по песчаному пляжу Волны, чайки Все как на настоящем море Дальше больше приключений С командой Апнея Клаб В первой половине дня гуляли по Териберскому огромному песчаному пляжу Катались на огромных качелях, установленных прямо на берегу Бродили среди осевших домиков старой Териберки Ходили на старые причалы, кладбище заброшенных кораблей Баренцево море, Териберка Смотреть можно бесконечно И думать о чем-то своем Или не думать ни о чем А просто быть и просто видеть А после обеда стали планировать поход на Териберский водопад и укрепрайон Времен Великой Отечественной войны Водопад находится примерно в полутора часах пешего перехода от нашей гостиницы И представляет собой зрелище весьма и весьма завораживающее Огромный трафик воды из соседнего озера с грохотом обрушиваются ущелья с высоты более 30 метров Мы выбрали очень удачное время для посещения водопада Так как озеро, из которого он питается, было очень полноводным В результате таяния снегов на сопках Водопад это просто потрясающее место для того, чтобы насладиться видами и сделать красивые фотографии Субтитры сделал DimaTorzok Полюбовавшись водопадом и наделав кучу классных фоток, пьем чай и двигаемся дальше вверх на сопке в район береговой обороны Переход от водопада занимает примерно минут 40 восхождение на сопке И вот мы наверное на одном из самых высоких мест Териберки Но на этой высоте ветер усилился примерно до 18-20 метров в секунду и нас просто сдувало с ног В этом месте во времена Великой Отечественной войны были установлены орудия Это место защищал от высадки десанта 352-й стрелковый полк и 143-й артиллерийский полк Проведя некоторое время на батареях и борясь с мощнейшими порывами ветра Мы начали спуск к машинам Вдоволь нагулявшись и находившись вернулись в гостиницу уже вечером Время на долгие посиделки нет, начинаем собирать вещи Завтра утром выезжаем домой Но Териберка навсегда останется в наших сердцах Продолжение следует...